Заседание экспертного совета, сформированного с целью подготовки методических рекомендаций по вопросам ведения пациентов с поражением дыхательной системы при остром и лонг-ковиде, а также при постковидных изменениях, состоялось 9 марта в Москве. Для участия в работе совета были приглашены пульмонологи, терапевты, лучевые диагносты, патоморфологи, специалисты по медицинской реабилитации и инфекционисты. Надо сказать, что практически все ведущие специалисты отвлекнулись, и сегодня у нас прошло первое заседание экспертного совета, очень бурная дискуссия, начиная от дефиниции тех повреждений, которые видим, интерпретации этих изменений. Не могу сказать, что на все вопросы удалось найти ответ, но, по крайней мере, начало положено, и это говорит о том, что в ближайшее время подобный документ будет создан, утвержден соответствующими профессиональными сообществами, и, я надеюсь, будет очень полезен в практической деятельности врачей. Повестка вопросов, вынесенных на обсуждение, была очень широкой. Как оказалось, действительно, есть белые пятна, которые касаются и определения, то есть дефиниции и подходов к назначению терапии медикаментозной, немедикаментозной, введению пациентов как в острове, так и в период после завершения инфекции. Думаю, будет достаточно большая и интересная работа, которая поможет нашим врачам, которые находятся в полях, то есть в реальной клинической практике, подходить к введению наших пациентов со сложными проблемами с большей уверенностью. Субтитры создавал DimaTorzok